Сергей Ильич, спасибо большое, во-первых, за любопытный буклет, который вчера раздали. Я узнал много о минералах. Я прекрасно понимаю, я думаю, что все в этом зале понимают, что есть золотопромышленники, золотодобытчики, и есть золотопромышленники, золотодобытчики. В Краснодарском крае их очень много. И вот как раз компаниям небольшим постоянно возникают вопросы у жителей и у экологов. Вот вы чувствуете на себе вот этот негативный имидж отношения к отрасли такого неоднозначного? Я понимаю, что это не касается напрямую того, чем занимаетесь вы, но тем не менее для многих людей это все золотопромышленники, которые губят наши реки. Я прекрасно понимаю, что вы не этим занимаетесь, но тем не менее, вот в целом о имидже отрасли. Нет, негатива мы не чувствуем. И более того, стараемся, и спасибо, что с буклетом ознакомились. Это тоже тот шаг, который мы, те шаги, которые мы делаем по поводу просто популяризации знаний о нашей отрасли. Потому что вы будете все удивлены, но даже люди очень образованные, занимающие высокие положения в нашем обществе, зачастую думают, что золото до сих пор моют. Хотя рассыпная добыча в нашей стране это меньше 15%, основная добыча это из рудных месторождений 85%. Соответственно, здесь же ответ на вопрос загрязнения рек. То есть эффект минимальный. И вообще, если посмотреть, то, что я упомянул про углеродный след от отрасли, он тоже минимальный. То есть практически там им можно пренебречь по сравнению с другими. Спасибо за то, что Красному Яру оказываете помощь, но судя по результатам их последним, недостаточно оказываете помощь. Поэтому посмотрите, может, надо увеличить финансирование. Тем более, вот мне депутат Терехов подсказывает, что 100 миллионов вы на флаг потратили. Так может, надо было на Красный Яр их все-таки потратить? На что потратили? На флаг. Или вводят меня в заблуждение Терехов? Я же не понимаю. Не в курсе вы. Давайте про Красный Яр расскажу. Вот насчет чего в курсе, это про Красный Яр. Значит, дело здесь не в этом. Увеличим финансирование, я не думаю, что будет результат. У нас была договоренность с губернатором, с руководством клуба. Потому что наши спонсорские обязательства закончились еще год назад. Под обещание руководства клуба, что они займут первое место. Но мы потом планку понизли, сказали, займите хоть призовое, хоть кубки, хоть первенстве. Этого не случилось. Поэтому у нас был джентльевенский договор. И мы пока приостанавливаем свою поддержку. Но еще раз говорю, мы уходим красиво. Потому что то, что мы построили, вы, наверное, видели, какой мы сделали клуб. Я не случайно сказал, что это клуб мирового уровня. Потому что в свое время наши специалисты выезжали в английскую лигу, непосредственно в Англию. Смотрели, как это все организовано в одном из сильнейших по регби государств. И сделали по образу и подобию даже лучше. То есть в плане оснащения ни у кого нет из регбиных команд России такой базы, как у Красного Яра. Продолжение следует...